Продолжение следует... Снова утверждать себя в форме конечности. Здесь осознание формы себя в качестве причины совпадает с сознанием перехода к новому конечному предмету. Переход или воспроизведение осознается, но осознается таким образом, что сознание перехода к новому предмету совпадает с построением этого нового предмета. Или просто переход совпадает с построением нового предмета. Когда переход совпадает с построением нового предмета, то это значит, видимо, что переход, сознание перехода имеет две стороны. Одна сторона заключается в том, что переход заключается в переходах к следующему определению. А вторая сторона перехода заключается в том, что это переход к следующему предмету. Переход к следующему определению и переход к следующему предмету – это две стороны или две абстракции перехода к следующему. Когда мы говорим о переходе к следующему, то переход совпадает с построением нового предмету, следующего предмета. Переход совпадает с построением, он неразличен. Мы переходим к следующему предмету или мы создаем следующий предмет, образуем следующий предмет. Это одно и то же действие. Это действие имеет две стороны. Это действие перехода на новое образование следующего предмета имеет две стороны. С одной стороны переход – это переход к новому определению, а с другой стороны переход – это переход к новому предмету. Это две стороны перехода, когда он совпадает с определением предмету. Переход с одной стороны можно понять как переход к новому определению. Когда мы вносим переход как переход к следующему предмету, то возникает ситуация, когда переход не отличается от того, к чему переход совершается. Сознание перехода не отличается в сознании того, к чему переход совершается, то есть принято. Это означает, что мышление перехода не состоялось. Если переход не отличается от того, к чему он совершается, то мышление перехода не состоялось. Или, как я себе это представляю, происходит склопывание. Следующий – склопывание в предыдущий. Это абстракция, которая означает, то есть это склопывание означает, что абстракция, одна из абстракций в переводах следующего, не мыслима как абстракция. Поговорите, Игорь Негода. Мысли перехода к новому предмету не представляется возможным даже как абстракция. Выделены в качестве абстракции таким образом. Переход – это переход к предмету, как бы минуя переход к определению. За переход есть две стороны такие интересные, играющие две стороны. Два друга. Переход тождественен, переход к следующему тождественен к построению следующего предмета. Одна из абстракций. Следствие в том, что переход мыслится к переходу к предмету, следующему предмету. В этом случае, я повторяюсь, конечно. В этом случае мысли перехода, то, к чему переход совершается, не различены. И перехода нет. Выделена как абстракция, эта абстракция не существует. Вторая абстракция. Получается в том, что переход мыслится, это переход к определению, к причинению, к следующему причинению. В этом случае мы имеем какую абстракцию? Абстракцию отношения двух причинений. Отношение двух причинений без причиняемого предмета. А причинение и определение это одно и то же теперь у нас? Вроде различался? Нет, не различался. И раньше, и теперь. Теперь уж точно одно и то же. Нет, просто причинение более общее. А определение это конкретное. То есть определение это положение границы. А причинение это предшествование. Смысловое предшествование. Смысловое предшествование, да, вот как бы первичность, это причинение. А определение это положение границы экрана. Дело не чем-то конкретным, конечным. А определение более общее, да, чем причинение? Нет, причинение более общее. Определение это определенный вид причинения. Один из видов причинения есть определение. А причинение вообще это предшествование, либо как бы первичность. И один из видов первичности, то есть один из видов причинения является определением. Ну, мне кажется, здесь можно слова поворачивать очень по-разному. Например, когда было определение предмета как одного, то форма, как мы с вами говорили, форма сознавала себя причиной в смысле актуальной. А здесь форма сознавала себя причиной в смысле полагания границы. В смысле определенности? Да. В смысле определенности. Ну, мы же сами в прошлый раз говорили, что форма определенности я использую больше слишком метан. Я называл формой определенности полагания границ. А на самом деле определенность будет широкая. Когда форма дает определение, предмет дает определение одного, то она тоже является в определении, но не в смысле полагания границ. Помните, я говорю про эти причины, кого рисуются? У рисуителя есть причина действующая, как это предшественное. Есть причина формальная. Ну, в нашем случае это как сущность. Причины разные. То есть то, откуда идет движение, и то, как сказать, какой сущности или какой определенности движение. Ну, хорошо. Всякого. В нашем случае конкретно, в этом случае, причинение заключается в полагании границ. Если это понимать, то можно использовать, наверное, и причинение, и определение данного случая. В данном случае не существует. Если даже причина и шире, то в данном случае не существует. Причина выступает в качестве полагания границы. Итак, вторая абстракция перехода в следующем. Предполагает, что есть отношение причинения предыдущего и последующего. То есть форма носит себя как отношение формы. Отношение причиняющих, полагающих границу формы. А границы принимаются как отношение последующего и предыдущего? Да. И только. И только. Отношение предыдущего и последующего. И только. Эта абстракция удерживает свою отличие от первой абстракции. Которую нельзя возить переход, не различая переход и то, к чему переход совершается. Эта мысль от нельзя. В эту абстракцию мы от нее должны отказаться. Снять ее. Учение второй абстракции как абстракции удерживается. Отношение форм. То есть форма мысль себя как отношение формы, это не может быть действительным состоянием сознания. Потому что предметов нет. Это отношение пустых форм. Двух причинений. Беспричиняемого. Это обличие той самой пустой формы, которая у нас была с самого начала. Уже третье обличие этой пустой формы. Как действительное состояние оно не мыслимо, а абстракция вполне удерживается. Еще раз. Форма осознает себя как отношение формы. И в этой абстракции форма является именно отношение форм, а не сами формы. Некое это букву П, в воротике. Это вторая абстракция, которая удерживается как абстракция. Должна быть удерживана как абстракция. Она показывает, что мы можем мыслить само отношение форм. Отличное от построения новой формы. Еще раз. Переход следующего заключается в том, что переход совпадает с построением следующего. С определением и причинением следующего. Совпадает, не различим. Переход и есть построение следующего. Вычленяемая абстракция форма как отношение причиняющих формы. Отношение предыдущего и последующего. Эта вычленяемая абстракция показывает, что мы можем, или форма может себя мыслить, как переход, не тождественный, не совпадающий с построением следующего. Это и происходит, когда мы переходим к смыслу больше. Потому что больше, как мы говорили, это предполагает мышление перехода, а затем причинение следующего. Удерживая при этом переход. Сначала переход, а затем удержание этого перехода и мышление причинение следующего. А когда мы следующие мыслим, удерживая отношение к предыдущему, мы получаем уже не следующее, а большее. Значит, большее есть, форма большего, как бы смысл большего, заключается в следующий. Мы получим переход от предыдущего к последующему. И затем мыслим как самостоятельную операцию, как самостоятельную стадию определения или полагания, образования этого следующего. Удерживая мышление перехода. И получаем иной смысл. Смысл больше. Теперь второй у нас не следующий за первым, а больше, нежели первый. И третий не следующий за второй, а больше, чем второй. То есть порядковый счет. Значит, в качестве формы порядкового счета мы имеем вот эту конструкцию. По порядку, следующий порядку еще. Третий больше, четвертый больше, чем третий. Это значит количество еще. Почему? Это порядка. А количество это количество. 5 морковь, 6 морковь, 7 морковь. Нет, вот когда есть больше, это значит количество еще. Мы же количества не делим. А когда просто порядок, там 1, 2, 3, по порядку. Ну вы чего? Это порядок. У тебя 2, 2, 2 больше чем. У тебя 3 больше 2, в том смысле, что... Это же не важно, 3 или 2. Нет, это означает, что один идет за другим. Да, один за другим. По порядку идут они. Есть некий порядок, по которому один следует за другим. А количественные, когда на самом деле меряется, что один больше другого? Нет, количественные, когда их 3 морковки. Количество 4 морковки, 5 морковок. 5 морковок больше, чем 3. Вот это количество. А это и есть порядковое. Оно и называется порядковое. Упорядочное множество. Это означает, что на нем задано опираться больше и меньше. Следующий за ним. И порядковое это одно и больше. Порядковое это следующее, а не больше меньше. Нет, тут вот какая... Порядковое это порядок. А порядок, это когда ты на заданной структура, вполне порядочного множества. Когда один следует за другие. Правильно. Но не больше и меньше. Ладья следует за слона. Да это все понятно, но не больше и меньше. Ну словно, ладья не больше слона, правильно? Да, ладья больше слона. Нет, просто следует. А можно было бы сделать наоборот порядок поставить. Это зависит как хочешь, так и порядочиваешь. Ну вот ладья больше слона. Нет. А слон больше пешки. Ты можешь как угодно. Просто ты пытаешься придумать другие слова. Я не пытаешься придумать. Стол и стул. Какой тут порядок? Просто стул следует за столом. Просто так. Я упорядочил их так. Ну, можешь, да. Правильно. Это означает порядок. У тебя стол будет больше стола. Нет. Это означает просто порядок. Порядок это когда что идет первым, что идет вторым. А количество это когда они мерятся на какой-то мере. Одно больше другого. Ну. Мера-то и выйдет до нас же, что больше. Ну и как она у тебя не меряется? Расскажи. Ну одна больше другого. Как у тебя третья больше второго? Третья и второго нет. Есть просто одно больше другого. Ну одно больше другого. Значит структура вполне упорядочная. Множество какое-то у тебя задано. Это и есть порядок. Задать порядок, задать структуру упорядочности одно и то же. Поэтому у тебя то, что это является. Оно тоже порядок. Ну просто порядок это если задана мера и изменяется. Какое мера-то задано? Но больше это и есть мера. Не мера это. Это порядок. А мера — цивил горы. Ну скажи, что такое мера. Давай. Ну что такое мера? Вот подожди, пусть он скажет, что такое мера. Я не хочу математически никакого мера вводить. Мера — это когда мы что-то одно можем с другим сравнить на общей почве. Общая почва какая у нас? Больше. Есть какая-то общая почва, на которую можно одно с другим сравнить. Если стол и стул — это разные сущности, их сравнить нельзя, нет общей почвы. Если бы они оба деревянные, можно было бы сказать, что одно дерево больше, чем у другого. На почве дерева можно было бы их сравнить. Так же и здесь. Если мы вводим понятие «больше», это означает, что есть некая общая почва, на которую мы их сравним. Какая это общая почва? Общая почва — это усилие мышления. Мышление стало больше. И из того, что больше мышления, мы можем их измерить. И одно будет больше другого. А порядок — это когда просто упорядочено что-то. Ты как угодно порядок можешь расставить. Вот мы здесь сидим, можно в одном порядке расставить, а можно в другом. И тут не нужен никакой меры. Просто так вот, как угодно расставлять. Для этого не нужен никакого критерия, понимаешь? Чего порядок сейчас сделать. А чтобы количество что-то делать, нужен критерий. Меры, общие меры. По-моему, здесь вот в основании вот этих разногласий всех лежит как бы несовпадение привычного развлечения и тем, что получается у Олега Михайловича. То есть привычное развлечение какого-то, от века идущее. Что есть порядковый счет. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Но есть количественный счет. Количественный счет как бы в себя включает две вещи. Во-первых, каждый из членов количественного счета, во-первых, больше другого. И можно сказать, насколько больше. Но вот это сказать, насколько больше, заключается, опирается на то, что мы уже, как ты говоришь, имеем не просто там 5 и 6, а имеем 5 и 6. Да, 5 и 6, да. Вот. А у Олега Михайловича получается как бы там, где было всегда два развлечения, получаются три. А три такое интересное. Ну смотри, я просто, почему тут может быть даже больше, чем три. Но смотрите, вот когда была форма следующей, можно ли эту форму следующей соотнести с тем, что традиционно понимается в качестве порядкового счета. Когда просто первый, второй, и у первого и второго нет смысла больше, а есть только, что один следует за другим. Вот такое традиционное понимание порядкового счета. Оно, по-моему, согласуется с тем, что вы называете форме следующей. Да. Вот. А форма больше, она как бы средняя, переходная получается между порядковым и количественным. Потому что, на мой взгляд, в этом больше еще не заключается количество. Количество не заключается. Но в этом больше, я условно, включен порядок. И в порядке заключено больше. Сказать, что одно следует за другим, это сказать то же самое, что одно меньше другого. А если оно меньше? Ну вот, Олег Михайлович. Не меньше. Ну вот именно. Вот он и состоит, что вся суть. Ты как бы упёрся в другую. А если не меньше? Если, допустим, какой-нибудь формула просто введена. По формуле не введена. И чего? А если, например, числа Фибоначчи, там не больше, не меньше? Не важно. По хитрому какому-нибудь вычисляется следующий. И почему числа Фибоначчи? Ну, например. Например. Упорядоченность. Упорядоченность. Как ты его хоть обзови? Да, я всё понимаю. Ну, это дело в том, что количественный счет включает в себя порядковый счет. Включание. И на количественном счете можно… Не надо придумывать другие. Количественное – это когда пять морковок. Пять. И шесть. Количественный счет. Это возрастает меру. Если есть пять морковок, это означает, что есть мера. Да, да, да. Или просто куча какая-то, а именно пять. Да, именно. Здесь точно такая же мера есть. Это одна форма. А какая мера? Это мера spendica. Скажи, давай. Мышление, что ты сказал. Количество мышления. Какого количества мышлений? Ну стало больше. Ну из этого… Мышление стало больше. У тебя.. Из этого не следует, что ты второе число… А во-первых, не число… И ты грозишь на meidän разговор, на нем importantly… Вы разговариваете, не конец yağ tutti. Нет никаких чисел. Тогое множество превратилось в амдитивную меличину. Вы прям исследовали. Превратилось в амдитивную меличину. И из этого стоит – что вот это количество. Понимаешь? А не просто порядок, а количество. Все правильно ты говоришь про аддитивную величину, наконец-то правильно слова начали говорить. Так нету там аддитивную величину. Ну только что ты сказал, вторая величина превратилась в аддитивную. Должна была превратиться. Она в аддитивную величину, какая не превратилась? Она превратилась, она именно что и превратилась. Если следующая мысль с удержанием перехода, то мы получаем это без одного два. Переход удерживается. В порядковом счете переход совпадает с построением. Поэтому мы действительно переходим к следующему. Не удерживая отношения между ними. Их не стало два просто. Можно ли сказать, что два состоит из двух единиц? Да. Если удерживается переход... А, тогда это количество счет? Да, это количество счет. А можно сказать, что три состоит из двух единиц? Чего? Три состоит из двух единиц. Я не понимаю. Что три состоит из двух единиц. У вас получается, что три состоит из двух двое, между прочим. Ну, второй получили. Просто теперь хотим получить третий. Где же мы второй? Да. У вас получилось, что три это два плюс два. Два плюс два равно таки. Ну, почему? Ну, если второй мы с удержанием в отношении к первому, тогда между одного получаем два. Но третья мы с удержанием в отношении к второму, между двух получаем три. Так и почему? У нас только две двойки. Получает, но вы же удерживаете то же самое. Вы третий говорите, что это как бы две первых двойки. У вас единички-то это, прибавления шага от этого нету. У вас, потому что единичка, как минимальный шаг не задан. Поэтому у вас три это два плюс два. А четыре, вы не поверите, это три плюс три. Пять, соответственно, четыре плюс четыре. Вот такая забавная арифметика. Я не понял. Еще раз. Два второй мы с удержанием в отношении к первому. Так. Вместо одного получаем два. Два плюс два. Вот вы удерживаете содержание. Идет следующее. Но вы говорите, что я удерживаю вот это самое отношение, а этот переход и есть само по себе единица. Поэтому единица плюс единица равно два. Теперь вы переходите от двух плюс два. Вы удерживаете двойку. И вы удерживаете эту самую ситуацию и переход. Переход в эту ситуацию, в качестве единицы, можете удержать только ваш предыдущий шаг. То есть вот эту самую двоечку. Вы говорите, что два плюс два равно три. По-моему, это не очень точно. Смотри, когда я полагаю двойку, и она оказывается двойкой только благодаря тому, что я удерживаю отношение к предыдущей единице. Поэтому получилось. Илья, ты согласишь, что потом все это можно перепорядочить и сделать из него просто обыкновенная счетная множество? Какая разница? Ну фиг он знает. Как это фиг его знает? Каждый раз будет квадрат двойки нам. Я не думаю вообще. Давай я это говорю. Любой счетный множество может свести к исходному счетному множеству. Потому что они все равно. Ну это да. Значит, можно так вести. Какая разница? Потом просто переномеровку сделать и все. Нет, но это все о сути. Я-то думаю, что можно как раз единичку показать. Нет, нет, нет. Это как раз потом делаем переномеровку. Но ты согласишь, что в этой логике три это два плюс два? Ну да, похоже на то. Не очень понятно, как два подробить потом. Поэтому подожди. Вот я что и думаю. Так получилось два. То есть это одно, положенное в отношении к предшествующему. Да. Но когда мы полагаем следующее одно, оно тоже положено в отношении к предшествующему. Да, да. Ну каким способом оно положено? Нет, подожди. А предшествующее так что? А предшествующее одно, взятое в отношении к предшествующему одному. А Игорь, ты знаешь, что предшествующее два. Вот если бы полагалось не одно, а просто два сразу полагалось, тогда был бы Игорь прав. Тогда, полагая третье по счету, мы должны полагать еще одну двойку, и получалось бы, что три будет два плюс два. Я понимаю двойку. Но на деле же происходит полагание тут не двойки, полагается одно в отношении к предыдущему. А потом полагается опять, а вдруг в отношении к предыдущему. Полагается, что количественного счета нет, есть только порядковый. То есть, либо у тебя тройка, два плюс два, либо у тебя только порядковый счет. Вот, поэтому я и как бы удивляюсь, когда Олег Михайлович так легко соглашается, что форма больше, это количественный счет. По-моему, это не количественный счет, это что-то промежуточное. Количественный счет получится только тогда, когда мы это удержание, этот переход поймем как плюс один. А этого пока нет. Пока есть просто отношение больше. Нет, нет. Вот. И попытка его взять просто отсюда привод к странным парадоксам, что только это два плюс два. Вот. Именно поэтому я и думаю, что вот эта форма больше, она промежуточная между количественным и порядковым счетом. Тут как бы несовпадение с традиционным языком получается. Из-за чего вот парадокс. Это же геометрическая прогрессия. Один, два, четыре, восемь, шестнадцать. И номеровку делаем, получаем еще одно ряд. Понятно, что ты можешь упорачивать, но мы уже не занимаемся. Да, да, да. Нет, ты знаешь, вот получить геометрическую прогрессию до того, как получена операция плюс один, это что-то вот прямо в дурдом надо поступать с такими класчурками. Я все равно ничего не буду на том, что вы сказали. Хочу дверь. Мне кажется, что... Давайте так, Олег Николаевич. Форма больше. Это форма плюс один? Да. Почему нет? Да. А почему? Нет, понимаете, что значит плюс один? Плюс – это операция, которая нам доживет еще. О! А что тогда соглашаетесь, что это... То есть прибавление есть, а операция нет, что ли? Ну как в количественном счете? Там же операции нет, есть просто прибавление. Особенно с количественного счета, кажется в том, что два больше еще на 100%. Нет, вопрос, почему плюс один? Это же не сложение. Почему плюс один? Нет, все, надо же основать, почему плюс один. А мне-то кажется, что у нас что было подрубку? Нет, вот такая неслогика. Как бы не количественный счет в смысле математики, а просто количественный счет в смысле того, что уже есть аддитивность. Ну вот так вот аддитивность странная. Когда у тебя тройка, это 2 плюс 2. Не, ну пока мы до тройки не дошли, в принципе аддитивность же есть. То есть, понимаете, Олег Михайлович, форма больше, на мой взгляд, почему не может совпадать с формой плюс 1? Потому что плюс 1 это определенное больше. А вот это больше еще не стало таким определенным, чтобы стать плюс 1. На де-факто она действительно плюс 1, но это еще не осознается в качестве именно такой дискретной прибавки. Это просто форма больше. Да, на больше форма. Поэтому я говорю, что вот у нас есть замечательные, множество пешка, слон, ладья и ферзь. Согласитесь, что они тоже больше? Ну да. Больше? Не больше, больше. Как зовут-то непонятно... Я пешкой кладу это переходишь совершенно молодой. Да-да-да. А здесь единая мера. Это, кстати, хороший пример. Нет, это плохой пример. Единая мера здесь. Нет, нет, нет. Потому что мышление, количество мышления. Нет, нет, нет. Откуда у нас количество мышления здесь делалось? Ну а что, а как это прибавление возникает? Нет, ну вот, имеется в виду здесь подмеры следующие. Вот как в учебниках пишут, да, что ценность там слона или коня это примерно 3-4 пешки. Ценность ладьи это, по-моему, 6 пешек. Четыре с половиной. Три, а те четыре. Ну это зависит. Они по-разному. Утром, вечером и ночью. То есть венч-то и одно, а... Ну совершенно верно. Поэтому в учебниках так это всегда и фигурально пишется. Оно пишется только для одного, да, чтобы начинающий мог примерно соизмерять, как бы, потери. Но Игорь совершенно прав, потому что это такие абстрактные меры, которые нерелевантны. Ценность этих самых пешек и фигур в разной ситуации. Имеется в один раз, да. Да, в разной стадии, в разной ситуации. Поэтому это хороший пример, что слон больше пешки, но непонятно насколько, но понятно, что больше. Ну что, алфавит взять последователь буквы алфавитами. Потому что там ценности нет, разницы ценностей, но порядок четкий. А, Б, Ц, Д, Е. А, ну, кстати, да. Вот другой пример. Да. Вообще несоизмеримый. На вообще больше. Нет, просто по низкому порядку. Ну почему? Раз у тебя есть порядок, есть и больше, блин. Да нету больше. Если порядок, это порядок отдельно, больше это отдельно. Как раз в этом Игорь Михайлович прав, что больше это как бы смысл другой, чем один за другим. Один за другим можно упорядочивать на почве больше, можно, но это не значит, что всякие порядки всегда упорядочиваются на почве больше. Не обязательно. Можно на почве меньше, можно на почве, там, цвет и у yanlış. Можно еще, на, на любой почве можно упорядочить. а смысл-то этой формы больше не в том что одно больше другого а в том что одно полагается как иное в отношении к другому если тут мера как бы есть просто надо попытаться показать что переход у нас пешки слону такой же как от слона к ладье потому что исходным являются пустые множества вот-вот но все-таки пустые множества появляются именно они дадут именно плюс один именно опираясь на этого получится как и конкретно прибавление 1 хорошо тогда почему я не тогда есть она не понимаю почему даже если действительно мы примерно с шахматными фигурами отвергая то почему тогда только не равно два призыва а почему равно не хочу понять смотрите как рассуждает вот сначала вы положили одно потом вы положили следующее в удержание к предыдущему и тем самым вы положили не одно а двойку говорит он и когда вы воспроизводите это полагание то вы воспроизводите полагание не одного а двойки но поскольку это двойка заново положено и удерживается в отношении предыдущему то здесь получается не 3 не 3 извините а 2 плюс 2 ну ну правильно и дальше и дальше как бы только хуже это же там непонятно чего как бы складывать на самом деле эти надо складывать или эти по большому счету вот как рассуждает игорь это как бы камень преткновения я его пытаюсь решить тем способом что мы полагаем не двойка полагает одно просто становится одно двой двойкой носите только удерживая отношения с предыдущим в этом смысле и в это вот путь вот это все вместе вот и это двойка на самом деле рука вот это все от прослушиваться здесь все отсутствие всех рассуждений расширка состоит то что вы счастливы если бещись уговорить то действительно здесь первое здесь и воспроизводится как бы связь с первым здесь и с плюсом связь со вторым и так далее и неважно на самом деле как это количество мира как быстро на наращивать Совершенно неважно. Важно то, что она наращивалась, что она увеличилась. Ну да, но только надо всякий раз показать, что вот здесь вот этот код, прибавление пустого множества, то же самое, что здесь прибавление пустого множества. А это надо показать. Потому что если даже брать математику, и то, что там про 4, про 4, говорите, то все равно это множество полученное будет равномочное исходному натуральному. Да, оно конечно будет. Так что неважно, как строят, понимаешь, но добавляется геометрический прогресс, это же не важно. Важно, что это может делать. Смысл двойки в том, что она больше единицы, другого смысла двойки. Ну, а тройки? А тройки больше двойки. И пусть она, как бы, если смотреть, что начнет, никакого значения не имеет. Да, но если мы же говорим, что у нас тройка, если додективно обмельчена, то тройка у нас, как приведение, это 1 плюс 1 плюс 1. Нет, нет, подожди, это уже на самом деле, это на сложении как будет. А здесь, на самом деле, просто геометрическая прогрессия, это и все. И пока никакого другого нет. И мы пока не можем оправдать это, потому что нет операции сложения. Да, это потом будет. И потом всякий такой ряд редуцируется к некому исходному уровню. Тогда у вас тройка не является, грубо говоря. Нету тройки, во-первых, тройки нет. Тройка не является детьми улучшенной. Есть следующее, является, каждый раз увеличивается. Вот было так, стало вот так, потом стало вот так, стало вот так, стало вот так, стало, ну и так далее. Неужели нету наращивания? Пускай в геометрической прогрессии. Непонят очень есть. Еще раз говорю, мера есть увеличивающаяся в геометрической прогрессии? Нету мера. Ну как нету, если постоянно наращивается? Ну мера-то нету. Мера-то означает, что я беру вот эту вот эту штуку. Подожди, смотри, вот так вот, каждый элемент, x1, x2, x3 и так далее. Ну ничего, мера-то здесь. Здесь 2, здесь 4, здесь 8. Мера-то когда мы берем, вот x1, и пишем ему мера, вот она, мера вот так берется, думаешь, что... Да ты математикой... Она должна быть больше, вероятно, ну... Я понимаю, так только здесь не математикой. У меня должно сблиться, да, строяло треугольника и так далее. Еще раз говорю, дело же не в математике, а в философии. В философии невозможно прямой аналогии найти. Конечно, если у нас уже есть все числа, если у нас уже есть понятия всякие, там, математические, то мы можем много что ввести. Ну ясно, да, что у тебя, что вопрос, по крайней мере, точно не прояснен, чему равно 3? 1 из 3, 2 или 2 без 2? Да нету никаких 3, 3 из 3 никаких нету, есть просто следующие. Каждый раз распроизводится предыдущий, связь с предыдущим. Нету никакого тройки, пока троек нет. Каждый раз просто есть следующий, который больше предыдущих, каждый раз. То есть это упорядочное множество, а может упорядку еще? Нет, это есть количество, почему? Потому что она больше. А порядковое, это когда просто одно за другим следует. Ну разве же смысл, одно следует за другим, и одно больше, ну каждое следующее больше. Опять возвращаемся, пешка и слон. У тебя слон следует за пешкой. Во-первых, там не следует. Мы можем как угодно упорядочить. У тебя слон больше пешкой. Например, давай упорядочим, какие фигуры выше, какие ниже. Допустим, представим, что пешка выше всех фигур. Там как угодно можно. Вы можете упорядочить. Как угодно. Правильно. И поэтому там не больше никакие, и не меньше. А просто есть какой-то критерий упорядочить. Например, критерий. Я захотел пять, десять, один, два. Вот я захотел так упорядочить. Где тут больше, где тут меньше? Нет никакого прогресса. Как ты упорядочишь, так у тебя и будет. Критерия нет. Но у тебя про определение без переноса. Какちゃ лёгия? Но, этот следует за этим. А этот следует за этим. А этот СЛЕДУЕТ за этим? Как определяется операция больше? Операция больше, как структура вполне упорядочная. Операция больше. Определяется как дегективная величина. Каждый раз какой-то добавляется. А у насbraкое количество мышлек. Операция больше, то это, когда просто у тебя любая структура упорядоченная. 10-двенадцатая, 2-15kinая. Любой. Математику немного забудь, потому что философией занимаемся. Не хочу. Нет, ты просто перепрыгиваешь сразу числа. Свои представления математические. А вопрос идет о том, что есть одно, а другое количественно больше. Количественно. Количество выражается в количестве мышления. Количество мышления. Ну, это и очевидно. Мы имеем три действительных состояния мысли. Первое мы назвали множеством. Вот-вот. Когда форма не осознает себя причиной и не осознает целой. Распроизведение вот не осознается как воспроизведение. В этом случае, говорим мы, мы осознаем только то, что перед нами относительно есть одно и другое. И все. Мы назвали это множеством. Наверное, имеем право, если мы понимаем только то, что есть одно и есть другое. Следующее действительное состояние мысли. Мы осознаем уже переход. Но осознаем его таким образом, что он не отвечает от построения нового, другого года. В этом случае, новое, другое, вот, получает смысл следующего. У следующего есть вполне такая вот логическая форма. Когда переход совпадает с построением. Переход уже мыслится, но совпадает с построением другого. Это называется следующее. Появляются предыдущее и следующее. Больше ничего нет. Владимиры – полный проходemo哎呸. Следующее темное действительное состояние мысли. Когда переход отличается от мышления перехода. Отличивается от мышления поставения. Мы мыслим следующее и строим следующее, удерживая переход. Сначала мысляем переход, затем определение следующего, удерживая переход. Это называется бОль ше. смысл больше называется или иной? иной был у нас вообще первое состояние для того чтобы было больше действительно должно быть какое-то количество если следующее мышление, если вы меняете, что увеличивается? количество мышления, да? это слово не должно быть тоже я понимаю, что это звучит как бы глупо, но в каком-то смысле надо сказать, что это не конечно, там качество у меня нечего все понятно, но надо же как-то это выразить, в чем состоит больше больше же это сравнительное же лично просто это понятно у тебя, когда это больше одно и другое, у тебя качество мысли мышления не выше было ниже качество, теперь вот такое качество сначала переход мы не мысли вообще затем мысли переход неотличима от построения нового теперь мы мысли переход как один из этапов движения к новому мы мысли новое, следующее, удерживая отношения с предыдущим по-моему, это называется больше то есть все-таки количество мышления такое понятие есть и возможно использует? качество, конечно, действительно все, что было в первом состоянии, вот-вот, оно просто расходится в письме не, ну просто тогда уже действительно апеллирует, потому что Саша сказал, что следующее а было первое, а второе уже не как бы не а то есть б а б, то есть другую мы сравнить их не можем а их счет дело в том, что в порядком счете одно и другое одинаково у нас были у нас вот были следующие то есть такой же как предыдущий ну, в каком смысле ну, б это то, что следует за а а ц это то, что следует за б следующим за а да, понятно, но они разные иные то есть вот когда вы эту добавку в виде перехода делают только у другу следующий иным он б он другой то, что он больше не больше это еще не известно мы сравнить не можем у нас нет единые меры потому что если нет понятия количества мышления то как мы на какую почву мы будем их сравнить? просто другой мне кажется не нужно этих сложных примеров там с фигурами или с алфавитом ну, просто действительно больше ну, больше должна быть мера мера должна быть мера, безусловно, есть потому что сначала ее имеем вот-вот это воспроизведение не, мера это, знаете, что это вот фистики его вот можно вот порвать вот это вот как бы мера когда ничь есть не аддитивное которое вот можно как бы щеленить на счастье вот что такое нет, ну ладно с другой стороны эта мера есть просто она еще не осознанна в качестве такового поэтому ответить на твой вопрос можно совершенно как бы привычным образом почему это метод? я понимаю она уже есть но еще не осознанна но пока но пока можно например ну то есть я решаю следующим образом ну да форма больше она как бы провоцирует на то чтобы здесь искать некоторые количественные определенности как основания для этого больше а для количества количество вроде как еще не возникло но просто форма больше это всего лишь обозначение иной формы вот была форма следующая она сменилась формой больше это всего лишь имена и combat немного просто если мышление мышление нельзя замерить да если такой мерок в количестве мышления тогда на самом деле скорее это не больше а просто иной следующий не такой же а следующий просто следующий а東西 а с каждого не отбор shave нет ну ладно ну это уже в спор на словах нет а вдруг он вообще не сравним следующего у teil что он больше предыдущего. А вы бы не сравним. Я думаю, что математика все-таки, наверное, количественный счет определяет как плюс один. А это ошибка. Это логическая ошибка. Количественный счет нельзя определять как плюс один. Есть смысл больше, который не включает в себя операцию сложения. Он есть. Я вам его привел. Очевидно, что больше. И очевидно, что операцию сложения будет, когда мы переход по мысли вообще отдельно от двух. От предыдущего и последующего. Это будет сложено. Да. До этого еще далеко. Этого мы еще не выяснили. Поэтому говорить о плюс один просто нелогично. Это просто ошибка. Мы имеем смысл больше, который есть. А откуда дела со соединениями? У них есть упорядоченность. Упорядоченность есть. Ее называют иногда больше, иногда меньше. Какое угодно. Но это называется вполне упорядочное множество. Они к плюс-единице не имеют никакого отношения к нашим, к примеру, шахматными фигурами. У нас там плюс-минус-единицы нету, но порядочность есть какая-то. Идите с этим с алфавитом. Точно так же у нас там нет плюс-единицы. Но порядочность есть. Вообще точно так уж у нас будут две упорядоченности. Одна упорядоченность как следующая, а другая упорядоченность как больше. По-твоему так получается? Это ты придумаешь. Это не я придумал. А предыдущее состояние, когда было следующее, это какой еще? Теперь есть порядочность, там у тебя есть и больше. А следующий, это что за упорядоченность такое? Такое не бывает? Просто следующий, и все. Каждый раз следующий. Вот тебе упорядоченность. Ну, если у тебя единица следует за единицей... Причем есть единица? Не надо никакие единицы. Ну, чего ты сразу на числах переходишь? Просто каждый раз следующий. Игорь, порядочность – это же не обязательно направленный ряд. Больше, как бы, ряд направленный. Но сначала есть конец. А это синоним. Если у тебя любой ряд направленный, то значит, ты можешь вести операцию больше. Естественно, да. Поэтому у тебя операция предполагает операцию больше. Операция больше – это разговорослова. Так не любая упорядочность предполагает направленный ряд. Ты знаешь, Ажан, еще две проблемы, Тейк, я вспомнил. Почему? Разве нет? А почему? Ты всегда, если на каком-то множестве... Математическому шагу плотно засел. Ты можешь всегда, на любом, если множество ты задал... Извини. А что ты хочешь сказать? Что у тебя есть, как бы, что множество состоит из двух объектов, где на одном задана упорядочность, например, это алфавит. А вторая часть – это точно... А ты не задумывался, на самом деле, что нет никакого множества? А есть только форма. И для формы каждый раз следующее – и все. Нет никакого ряда. А просто вот каждый раз следующее – и все. Есть форма. Предметов нету. Понимаешь? Предметы вот так – раз, раз, два, вот так вот. Понимаешь? Только вот так. А у тебя уже есть какой-то ряд, он уже объективный. Нет, следующее, предыдущее – это направленное. Ну, условно. Любая упорядочность полагает направленность. Все полагает. В этом смысле мне не порядок. Саша, ты можешь привести пример какого-нибудь ряда упорядоченного, но не направленного? Ну, если мы, допустим, различаем вреду четные и нечетные числа. Потом упорядоченное то, что состоит из четных и нечетных числа. Вот эта упорядоченность, но она не направлена. То, что сначала, что потом, четные или нечетные – это неопределено. Ну, я и говорил. Простые, простые, там… С одной стороны у тебя шахматы, с другой стороны – алфавит у тебя два. Два этих штуки. То есть из двух частей состоит – из шахматы и алфавитов. То есть с одной стороны, как бы, оно упорядочное, с другой стороны – там нет больше. Потому что свое больше, так как сказать, у шахматы, свое больше есть у… Да, Игорь, ты всегда говоришь о внешнем критерии. Нету никакого критерия. Крома каждый раз возникает, следующее – все, критерий нет. А у тебя критерии внешние всегда. Ты просто про какой-то внешний критерий. Если говорить о внешнем критерии, всегда нужно его явно выразить. Его нету явно. Просто есть форма. Для нее каждый раз… Вопрос тоже. Как можно здесь показать однородность упорядоченности? Это что-то не об однородность упорядоченности. Это тот же самый вопрос, что и только два плюс два можно получить. Это он на тот же самый вопрос. Однородность упорядоченности может быть? Ну, конечно. Однородность показывает тем способом, что воспроизводится, это ведь на самом деле одно и то же, что воспроизводится полагание одного для этого пустого множества. Одно это дает нам… Да. В этом я и говорю, что вопрос два плюс два внутрём – это то же самое вопрос, что воспроизводится всякими раз пустое множество. Ну, в общем, делаем. Вопрос именно – это нас два пустых множества. Вопрос производится. Нет. Вопрос производится два пустое множество. Почему два? Вопрос производится со все более богатым отношением к предшествующему с этим. Не то что полагается, а усложняется отношение положенного к предшествующему, Вот и все, что происходит, насколько я понимаю. Да, Гид? Ага. Ну, у меня же не надо, но ты мог. Ты, Гид, не прав. Ты не прав. Ты пупишь на самом деле. Я вот просто не понимаю, а какое место в постановлении Леги Михайловича могут занять вот эти упорядоченные, но не направленные множества, типа чётные, не чётные. Это довольно не понимаю ещё много. Потому что тут-то получается направленная упорядоченность. А вот как получить не направленное? Да. И просто считается, что у тебя каждый раз вот эта штука, она получается, у тебя будет точка такой разрыва этой однородности. Вот когда у тебя два плюс одно трём, у тебя тоже только точка разрыва. Ну, Игорь, ну ты же математик. Он такой ряд, он упорядочен, но только по-другому, на генетической прогрессии. Какая разница? Когда построение следующего совпадает с переходом к ним, да? Да. Знаешь, на самом деле, что? Вот я тебе объясню попроще. Вот, смотри. Вот это вот единицы попроще. Да? Единицы, единицы. А-а-а. То? Вот оно. А на следующем этапе, когда удерживается переход, появляется направление. Значит, сначала точка, наверное. То есть, вот эти неупорядоченные мышцы, это частные сущи следующего. Нет, неупорядоченные мышцы. Исходные мышцы. Да, не направляю, а значит, всё. Не направляю. Не направляю. Это частные сущи следующего? Да, это следующие. Просто следующие. Просто следующие. Квадратики. Площадями. Вот, мерей площадями. Ну, чего? Он удерживая. То есть, следующий есть, но нет ещё как бы следующего, следующего. Нет управления. А-а-а. Северный Кос. А-а-а. Да. ... Продолжение следует...